Всем привет, друзья! С вами Дима Манпойт и добро пожаловать на новую часть прохождения Forza Horizon 5! И здесь я вам хочу показать одну из новых особенностей игры, которая, кстати, была уже дана давно в играх серии Test Drive Unlimited. Почему её добавили только сейчас в Forza, я этого не понимаю. Но на некоторых автомобилях можно поднимать или опускать крышу. И вот как это делается. Мы просто нажимаем на левый стик и у нас, ну в данном случае у меня на этом маклаврине поднимается крыша. И знаете, я вам могу сказать, что это далеко не на всех машинах работает, ну которые имеют складную крышу. И это на самом деле печально. Я, например, эту тачку еле нашёл. Для того, чтобы я мог её взять и найти, мне пришлось открыть трейлер и в трейлере посмотреть, на какой машине они именно поднимали либо опускали крышу. Поэтому, да, вот пришлось взять её и здесь это работает. Но сразу же стоит понимать, что когда у тебя машина в движении, то крышу либо опустить, либо поднять ты уже, к сожалению, не можешь. И только когда ты полностью остановился, немножечко подождал, вот эта пиктокрамка рядом с тахометром зажглась белым светом, и тогда крышу ты можешь уже поднять, опустить. И самое интересное, когда этот процесс происходит, я не могу даже никуда ехать. Я не могу двигаться, потому что вот, я нажимаю на газ, например, у нас ничего не происходит. Нажимаю на тормоз, тоже ничего не происходит. И вот сейчас, когда появится опять пиктограммка, что да, я могу поднять, в данном случае, крышу, да, то теперь я могу ехать. То есть вот так вот они сделали, немножко по-колхозному, потому что, ну, в Тезрайве, например, честно говоря, как-то это было, ну, более умно сделано, как мне кажется. Здесь же вот так. Ладно, что у нас было в предыдущей серии? В предыдущей серии мы закончили на том, что нам теперь нужно дальше продвигаться по главам приключений Horizon, и теперь мне нужно выбрать, куда я дальше пойду. А для того, чтобы выбрать, куда я дальше пойду, мне нужно тут приключения в стиле Horizon. И мне вообще сказали, что фестивальную площадку Horizon Мексик, типа главную сцену, давай дальше прокачивай. И я думаю, наверное, что это и сделаю. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Вот что, найдите и восстановите легендарную машину. Это у нас следующая галочка, которую мы должны сделать для главной сцены, чтобы пройти ее, так сказать. Ну что, давайте выбираем. Нам это показывали. Напоминаю, что здесь нам нужно просто приехать, забрать банфайнт. Этот банфайнт, это у нас Volkswagen Beetle. Поэтому начинаем. Давайте быстренько с этим расквитаемся. И поставим, так сказать, еще одну галочку на главной сцене фестиваля Horizon. Привет, алло. Чем могу помочь? Залезай в баги, по дороге все расскажу. Но, слушайте, прикольно, что здесь есть привязка к определенным героям, которые нам дают свои определенные миссии. А, видите, вот что, на той неделе Амир разбирал вещи отца, наткнулся на эту фотографию, отдал мне. Короче, понятно. В общем, что здесь самое интересное? Вот что, ну, как я сказал, это Volkswagen Beetle, да, старый у нас жучок. И вот эта машина данная, вот этот вот баги, это тоже Volkswagen Beetle. Да, друзья, это тоже жук, только переделанный под баги. Сделана эта тачка на его основе, поэтому и получается, что двигатель у нас находится сзади, потому что, если вдруг кто-то забыл, на жучках у нас двигатели тоже находились сзади. Ну, вот этих вот стареньких, которые тут везде по Мексике катаются. Поэтому, ну, в общем-то, она нам рассказала про то, что нашли старую машину, и вот сейчас мы за ней, типа, и едем. Нам ее как бы нужно найти. Так, а я могу же срезать дорогу, да? Не обязательно. О, отлично. Слушайте. Ну, вот чаще бы они такое делали, но хотя бы предупреждали бы о том, что мне не обязательно ехать прям по дороге, можно и через кусты просто срезать, потому что все-таки у нас там ограничения. По времени сверху есть 10 минут, над которыми я до сих пор офигеваю, и вот он, наш банфайт. Да, это определенно то самое место, но я не понимаю, зачем папа Фернандо пригнал в очи сюда. Тут же бывают сумасшедшие бури. Слушай, ну тут во всей игре бури сумасшедшие бывают, и что теперь на машинах из-за этого не ездить? Ну, конечно, странные вопросы. Блин, вот сейчас освещение офигенное, и вот он наш Вочо. Вот он, красавчик. Это и правда то самое место. Папа Фернандо, мы ее нашли. Ой, ну как мило. О, кстати, да, это же тот жук, который, ну, типа дрэговая, дрэговая пушка. Только, полетит, в жизни не видал такого жука. Это, это просто, это мега тюнинг. Жаль, что у меня сейчас не футболка, не фор колхоз, потому что она бы подходила прям под это все дело. И, конечно же, проходим сейчас на вот этом вот у нас парковщике, как это правильно называется. У них там в Мексике, я не знаю. Ладно, на Эвике поедем, на Эквадре. Пригоните Вочо обратно в гараж. Ух ты, что? А почему он так на руль откликается? Офигеть! Бетель, лучше начать, let's go! Заведешь его с первой попытки, знаешь, я бы не удивилась. Это, это что, это намек на то, что, типа, жуки очень надежные? Честно говоря, я в жизни ни разу не ездил на жуках. Я их видел, я однажды был даже на фестивале, на Вагбурге был, на фестивале, где одни фоксвагены. И там жуков обычно очень много приезжает. Кайфовая машина, мне очень нравится ее дизайн. Но ни разу на ней не ездил, даже пассажиром. Поэтому интересно, что там по надежности. Но, в принципе, по видосам я слышал, что тачка-то уже старая, поэтому там от надежности мало чего осталось. Блин, забавно, что мы едем прям вот с мигалкой и со всей фигней. Так, и вид мы, кстати, поменять не можем. Вот это печалька. Че, прыгнем? Давайте, трамплин! Отлично! Сейчас бы только на эвакуаторе и по трамплинам кататься. Все-таки Форза меня поражает. Своими странными миссиями в некоторые моменты. Просто максимально наркоманскими. Машина по физике должна была сейчас просто улететь нафиг у меня из кузова. Но нет, она осталась. Прикрутили, видимо, хорошо вот эти вот веревки ее держат натянутые. Так, че у нас там, 574 метра? Блин, зачем на 3 звезды 8 минуты? Че-то как-то, знаете, такое ощущение, что слишком, слишком уж легкие задания стали. Раньше такого не было. Раньше ты прям, ну, в самом начале уже потел. Ну вот вспомните вот эту вот историю в Horizon 4, где тебе нужно трюки делать. Ну это реально потеловка была на 3 звезды там сделать. Запаркую грузовик тут. Что я говорил? Искать потерянные машины не суперспособность. Это тяжелый труд и немного везения. И иногда дрон. Забавно. Они добавили, что некоторые ищут дроном тачки. Я, кстати, никогда такого не делал. О, дружище, весь тяжелый труд еще впереди. Я тебе позвоню. Хорошо, мы получили 3 звезды. Мы прошли один этап из истории Watcho. Я, кстати, не знаю, у нас откроется какой-нибудь следующий этап. Мы можем, ну, дальше проходить, если хотим. Потому что в тот раз... Я тут ремонтировал Watcho, заодно узнал чуть больше по Папу Финанту. Проезжай, как будет время. Покажу тебе кое-что еще. Да, и вот здесь почему-то только сейчас нас обучают тому, что я могу поднять либо опустить крышу. Не понимаю, потому что на этой тачке я тут уже, блин, полдня нафиг катался. Продолжить историю, поезжайте к цели. А, то есть нас все-таки... Нас заставляют прям поехать продолжить историю. Ну ладно, хорошо. Я что хотел рассказать, потому что ту историю с фотографией, да, ее типа продолжать, получается, нельзя. Ее банально на карте нет. Вот сейчас я открою карту, и историю вот эту вот, где нам нужно было сфотографироваться в буре, я ее вообще не нахожу. Ее просто тупо нету. Но зато, как видите, история Volkswagen, вот она, типа, езжай дальше. No problem. Видимо, все-таки сюжет у нас такой вот, он, знаете, он стал более основательный. Если в Horizon 4 ты все-таки мог прям, ну, совсем уж выбирать, куда чего хочешь, ехать, не ехать, то здесь, как видите, все-таки в основном сюжетном, так сказать, режиме, тебя немного, но за ручку ведут, указывают тебе, куда что ехать. Нет, конечно, я могу сейчас просто взять и поехать в какую-нибудь другую гонку, да, но, блин, она что-то с тормозами, конечно, у этого Макларена мне не очень нравится. Но, тем не менее, как видите, нам сразу же построили маршрут и сказали, что езжай-ка ты к цели, и дальше продолжай историю вот чё. Ну, а мы чё? А нам и нормально, а мы и поедем. Нас как бы сильно уговаривать не нужно. Блин, ну, пока что, пока что. Мне вот такой расклад нравится. Я люблю, когда в гонках хоть какой-то, но сюжетный режим присутствует. Всё-таки не так это скучно, потому что, когда тебя кидают полностью просто в песочницу и типа делаешь, что хочешь, ну, мне кажется, это не всегда выигрышно. Итак, битый или целый у нас называется это задание? Давайте посмотрим. Вот, что она восстановила. Сейчас посмотрим, насколько хорошо. Ола, что думаешь? Опа, Поршик. Семпатично, а где Вочо? Поршик не просто так, потому что всё-таки проектировал Вочо или Volkswagen Beetle. Поршик проектировали, проектировали. Не волнуйся, суперзвезда. Ну, погнали, погнали. Сейчас заодно потестим 911 GT, как он тут едет, по-другому ли. Вообще, гонка, честно говоря, мне кажется, не совсем честная получается, потому что против Ford Deluxe ехать... Кстати, напомню, что похожий, по крайней мере, Ford Deluxe можно получить только, если купите геймпад Force Horizon 5. Это, конечно, крепота ещё та, но что поделать. Блин, а как его заносит, а? Слушайте, а вот и заносы. Я тут всё время жаловался, что что-то машины держаковые стали. Нет! Вот вам Порше. Вообще нифига не держаковой. Ни в коем случае не держаковой. Не знаю, хорошо ли это, плохо. Мне вот не нравится, что его так сносит. Порш, блин! Я тут на тебя надеюсь, а ты в такие заносы уходишь. Чего? За минуту 34 нужно на 3 звезды проехать? Что? Офигеть, блин. Так, а я тут, может быть, срезать как-то можно? Потому что там 3,8 километра уж, извините меня. Блин, тут ещё и резкие повороты какие-то. Блин, я точно туда еду! Просто за это время, мне кажется, тут не добраться. Может быть, реально срезать нужно? Ну реально, минута 34, как? Как за такое время тут доехать? Тут чекпоинты ещё стоят. А, это может быть время до следующего чекпоинта? Я не знаю. Так, аккуратненько. Нет, это не время до следующего чекпоинта. Чего? А вот и началось, да? А вот и подставы. Охренеть! А как за такое время-то доехать? Может, я, конечно, где-то там что-то сделал не так? Может быть, время шло во время фото, кстати? Я вот не знаю, во время фото время идёт или нет? Давайте сейчас проверим. Так, там минут 34 у нас прошла. Вот я такой, типа, здесь потусовался. Ла-ла-ла-ла-ла. Теперь решил выйти. И давайте посмотрим, сколько у меня теперь там нагорелось. Секунд. Да! Чё, секунды, что ли, идут? Что-то я не совсем пойму, что происходит. Ну ладно, хер с ним. Ну приедем на две звезды, но ничего страшного. Главное успеть хотя бы на две звезды приехать. Успели. Ты молодец. Ну, короче, я не понял, что за фигня. Это тут надо как-то термоядерно как-то ехать. Ну ладно. Возвращайся в гараж, написано. Круто. А что, просто так мы, что ли, приехали? Да, и просто две звезды получили. И всё. Прибыть за минуту 54. Ну, как бы... Прибыл я за минуту 54, видимо. Очень странно. Угадай, кто отремонтировал Watch'а. Он здорово подойдёт для ралли. Можно попробовать для ралли в таком тюнинге. Серьёзно. Если любишь Джимхану, можешь проехать на ней ралли-кросс. Приезжай. Выбор за тобой. Я буду на месте. А, у нас теперь есть выбор. Чё мы хотим? Круто. Либо сюда, либо сюда. Это интересненько. Это интересненько. Куда бы поехать? Какой выбор сделать? Джимхана на аэродроме? Либо ралли? Я, честно говоря, хочу ралли, друзья. Уж простите меня, но хочется ралли, да. Да, по параллельному маршруту хочу попробовать, да. Почему бы и нет? Погнали. Не, круто, что они предлагают теперь выбор. Вот это класс. Я про это опять же говорил в новостях. Что это очень и очень круто. Мне нравится, когда есть хоть какая-то нелинейность сюжета. И вообще хорошо, что здесь сюжет есть, да, как бы. Если так вообще уж говорить. Но, блин, это, знаете, даже немножко обезоруживает. То есть ты такой, типа, привык, что ты просто идёшь по этим историям Хорайзена и всё. И тебя даже не спрашивают. Ты просто, если хочешь, ты это проходишь. Если не хочешь, ты не проходишь. Но здесь, как бы, мало того, что тебе говорят «Езжай», так ещё и... Нормально, там кольцевой заезд сейчас через мост у меня прозрачный был. Вот. Мало говорят, что «Езжай», так ещё и предлагают. Что именно ты хочешь. Блин, это круто. Мне это нравится. И, кстати, пока что наслаждаемся леском. Да, всё-таки по вот этим вот определённым локациям, по определённым территориям, которые все различаются, мне нравится вот эта тема. На самом деле, игра получилась вот честно, пока что-то я вам скажу, одной, наверное, из самых красивых форс. То есть ты просто едешь и понимаешь, что здесь есть всё. Тут есть и небольшой, но симпатичный городочек. Тут есть и пляжи. Тут есть и скалы. И тут куча-куча всего. И леса, и поля. Всё, что нужно душе. Я поговорил, что, в принципе, до этого было такое только в Форзе Хорайзен 3. И они это вернули. Они вернули в пятой части. Мне это нравится. Потому что всё-таки в Форзе Хорайзен 3, ну, многие признают одной из самых лучших форс. Поэтому, почему бы и нет? Мне кажется, они взяли правильное направление. Правильный вектор движения в своей игре. Так, ладно, 2 километра ещё проехать. Ну, давайте быстренько через этот лес сейчас прогоним и сразу уже к цели приедем. Блин, этот мост на фоне просто красивейший. И самое главное, что по нему можно ездить. Я раньше думал, что по этому мосту ездить нельзя, но по нему можно гонять. Это тупо шоссе там проходит. Красота. Да, просто красота, друзья. Ну и тем временем мы приезжаем в пункт назначения. История Watcho продолжит. Ну, самое интересное, что мы можем как бы выбрать техника Watcho Джимхана, либо группа V. Ну, я и выбрал группу V, поэтому едем в группу V. А так, видимо, по факту нам, ну, дают возможность. Куда ехать? Гляди, моя Абулета Пока рассказывала. Опять не успевают читать субтитры. И мы привезли в Мексику на чемпионате Carrera Pan America. А, шикарно выглядит. Можно попробовать? Конечно. Я поставил маршрут для ралли. Будут твои напарницы. О, это прикольно. У нас есть тут теперь рядом человек, который нам будет подсказывать, куда ехать. Забавно. Доберитесь до места назначения. Держитесь дорог. Вот, все. Вот тут вот срезать уже нельзя. Что ты там, чем напоил жучару? Почему он так хорошо едет? Офигеть. Он реально неплохо едет. Ты правее. Ну, да-да-да. Прям. Прикольно. Знаете, это прям, знаете, какая-то такая отсылка к раллиным играм. Вот сейчас еду. О, штурман есть. Прикольно. Реально прикольно. Так, поворотик. А что, на ручничке зайдем? Да, слушайте, блин, дорогу держат вообще шедеврально. Давайте в заносики немного тут. Блин, какой грязный. Кстати, вот проработали они грязь. Теперь под дождиком машина грязится прям реалистичнее, чем это было в Порзе Horizon 4. Ой, красиво сейчас было, а. Слушайте, ну тут прям дух ралли присутствует в этой тачке. Я не знаю, что там за движок внутри стоит. Но, черт возьми, тачка тащит. За две минуты, опять же, на три звезды нужно приехать. 2,4 километра. Блин, я не знаю, где они такие рамки ставят. Потому что данное времечко, ну это прям совсем мало, мне кажется. Прям очень мало. Я бы не сказал, что я, ну, еду как-то хреново. Едем вроде быстро. Сейчас главное здесь никуда не улететь. Держусь дорог, потому что, ну, никуда съезжать-то нельзя особо. Так, аккуратненько здесь даже подрифтили. Минуты 34. Успеем, не успеем. Один километр у нас остался. Блин, я даже не знаю. Ставьте свои ставки. Хотя 872 метра я должен успеть доехать до этих двух минут 05. Пожалуйста. Вот что, я верю в тебя. Никуда не уезжай, только... Отлично. Сейчас наручники это прошли. У нас остается буквально 9 секунд. 53. 55. 56. 57. И еее. Успели на три звезды. Отлично. Блестящий молодец. Тут блин, спасибо. Я, кстати, реально сейчас напрягся. Только представь, проехать на этой машине 3000 километров... Говорю, что это доказательство того, что вот сейчас способен на все. Я не знаю, там километров или миль был 3000. Похоже, он был отличным парнем. Мы бы поладили. Это очень и очень мило. Минута 59 у нас получилось, кстати, проехать. Итак, что у нас там дальше? Еще одна история вочи. О, дружище, мы с семьей приехали посмотреть на вочи, пока я возилась с ним в гараже. Мне такого рассказали, ты не поверишь. Дядя Оскар говорит, что папа Фернандо какое-то время ездил на раненную команду. Может быть, даже на Дакаре. Мы можем воссоздать один из его заездов. Фетя София рассказала, что как-то он прыгнул на своем вочи прям сквозь крышу здания. Можем повторить... Повторим его прыжок. Только, пожалуй, крышу пробивать не будем. Че? Решать тебе. А я все подготовлю. Ну ладно, блин, конечно, можно прям вот, ну, поехать, типа, по-нормальному. Ну, да, там, типа, поорали, вот это все. Но че-то мне прям хочется сигануть на крышу, друзья. Сигануть на крышу хочу. Прям очень хочу. Поэтому поедем, конечно же, туда. И, кстати, у нас, видимо, будет отдельная серия по поиску брошенных автомобилей. Потому что сейчас, как видите, у меня на карте аж две штуки брошенных тачек. Вот здесь и вот здесь. Поэтому нужно будет в отдельной серии их поискать. Мне кажется, поэтому не забываем, что у меня выходит сейчас по два ролика на канале. Одна серия прохождения, а потом, как я называю, лайт-контент дополнительный. Где я что-то вам рассказываю интересное про игру. А также проходим какие-то определенные аспекты, которые, ну, будут не очень удобны, если они как-то в прохождении будут. Потому что, ну, кому-то захочется просто отдельно посмотреть, где тачку, например, найти, да. И пролистывать там, мотать все прохождение, конечно же, неудобно. Поэтому я это буду в поиск машин выкладывать отдельными сериями, чтобы вы могли потом зайти и спокойно все это дело посмотреть. Ну что же, и вот он этот мост. Вот он красивый. Поэтому шоссе сейчас едем. Ну, блин, не знаю. Мне этот мастера очень нравится. Мне почему-то данный мост очень напоминает Warzone 2. Прям отсылает. Мои ностальгические чувства деда прям затронуты в полной мере. Мне нравится, что они такую локацию здесь сделали. Ну, это как бы вот, про что я говорил. Локации просто офигенные. Несмотря на то, что здесь нету каких-то больших городов, но я изначально про это говорил на стримах, что мне большие города, в принципе, в Horizon, если по большому счету так взять, они мне не нужны. Потому что, ну, я сам живу в большом городе, и я на него насмотрелся. Мне хочется вот именно какой-то, знаете, такой деревенской атмосферы, курортной такой атмосферы, где есть пляжи, малоэтажные застройки и все вот эти вот прекрасные вещи, где ты можешь просто душой и телом отдохнуть, так сказать. Поскольку сейчас из-за нашего времени не совсем это получается, да, куда-то поехать отдохнуть, хорошо, что хотя бы в таких играх ты можешь это сделать. Еще один красивый мост. Просто, ну, вы посмотрите на эти поля. Блин, мне они нравятся. И тут у нас начинаются пальмочки. А, стоп, а зачем мне так ехать? Так, навигатор, не путай меня. Буду я тут по правилам дорожного движения ездить? Ага, 10 раз. Разбежался. Ну, вот, наверное, пока что самая моя нелюбимая локация, это вот эти вот поля, вот эта вот непонятная зона, такая прям максимально пустынная. Она, знаете, с одной стороны вроде красивая, но с другой стороны она... Тут мало очень всего. Тут в основном кактусы, вот эти всякие кустики и прочие вот эти вещи. И как-то, знаете, ну, тут просто скучновато находиться. Ты просто это хочешь быстрее проехать, как, знаете, какую-то, я не знаю, пустынную локацию в Америке, например. А тем временем мы приезжаем на точечку. Вот она, вот здесь история Watcher. Продолжаем. И, да, мы можем, в принципе, пойти технику Watch выполнить там через всю страну и Watcher в полете, но в данном случае я хочу Watcher в полете. Привет, хочешь попрыгать? Хочу. И что спрашиваешь? Хе-хе, судя по царапинам на днище, это Watcher не раз совершал прыжки. Вот это, конечно, Watcher уже такой мощный. Подготовленный под такие вещи. Ну что, полетели. 551 номер. Пролетите дальше требуемой дистанции. Ну, постараемся. Один километр нам до этого ехать. Я так понимаю, здесь просто на... Одна звезда 50 метров всего. А сколько на три звезды, блин, я не посмотрел пролететь. Ну ладно. Надо хороший разгончик набрать. На трамплине это самое главное. И вот здесь никуда не улететь. Аккуратненько по дороге. Сказал я, и про в кусты улетел. Ладно, разгоняемся. Не, ну 50 метров-то я надеюсь пролечу. И полет. Вот это я понимаю. И 137 метров. Ну я не знаю, трезвие звезды это было или нет. Фантастика, ты как в порядке? Я выбрал еще это, потому что эту главу, получается, просто можно быстро пройти. Один трамплин и все. Хотелось бы повторить. Папа Фернандо, бесспорно, был тем еще лихачем. Не раз ляпался в неприятности. Да и вот что, не такая уж невинная овечка. Да это прям машина плохиша, получается. Он просто проверял, на что способна эта машина. Знаешь, да, все хорошие механики так делают. Мне надо возвращаться в гараж до скорого. Нам что, нужно всю историю пройти, что ли, я не понимаю, чтобы открыть уже это. Да, две звезды. На три звезды 166 метров нужно аж пролететь. То есть, вот, чуть-чуть не вписался в поворот я там, и все. И уже, как бы, извиняйте, три звезды не прошло. Привет, дружище, я нашла папу Фернандо в старом автомобильном журнале. Там столько всего о том, что он делал сводчу. Не терпится повторить. Окей, проверить отзывчивость управления и вождения. Ага, а скорость напрямой тут. Ну, блин, а что? Отзывчивость будем, максимально прижимную силу. Здесь у нас что? Максимальная скорость мимо полицейского радара. Ну, давайте максимальную скорость мимо полицейского радара. Мне вот это вот как-то более интересно. Поэтому давайте поехали сюда. Будем, знаете, максимально так это, брать не те вещи, которые будут брать все. Хотя, опять же, тут у тебя как бы есть выбор, куда ехать. Поэтому погнали туда. И надо будет, наверное, в следующей серии уже ездить не на Макларене. Если не только по зрению. Потому что, честно говоря, что мне Макларене особо нравится. Взял я его, на самом деле, просто ради того, чтобы посмотреть, как у нас работает вот это вот опускание, поднимание крыши. И все. Только ради этого. И тут у нас есть стенд. Где стенд? Где стенд? Стенд, 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 стенд. Стенд, 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 стенд. Вот он, стенд. Постревал. Все, сбили. Отлично. Теперь уже 13 стендов из 50 у меня есть. Шикарно. Погнали дальше. Но со временем придется, наверное, карту сокровищ купить. Я напоминаю, это такая специальная штука, которая показывает, где находятся все стенды. Чтобы можно было потом просто не париться, спокойно их пособирать по карте и все. Не, конечно же, респект тем, кто сам все собирает по карте. Но меня рано или поздно просто задалбливают все это делать. Поэтому я во всех форсах покупал карту сокровищ. Ну и, в принципе, не жалею. Не знаю. Вот еду. Прям реально самая какая-то такая бесполезная, на самом деле, локация. Просто едешь и... И пустыня немножко с растениями. Все, ничего такого сверхинтересного больше не видишь. Но пустыня и пустыня. Дорога вот идет. Такая песчаная. Где приходится, блин, на Макларене ехать по такой дороге. Я, знаете, такой, как мексиканский барон. Просто еду на такой тачке по вот такой вот дороге. Ну, как бы, блин, а что поделать? Так нас навигатор повез здесь. Яндекс.Навигатор нынче не тот. В Мексике-то. А тем временем приехали в пункт назначения. Вот что, продолжаем. У нас так через это... Через две как-то получается. Так, вотча-поворот, вотча на скорости. Только посмотри! Мне это нравится. Пока не пойму, в чем дело, но мне это нравится. Мне тоже нравится. Прикольно выглядит. Садись, я все объясню. Похож, кстати, вот в данном случае жук прям на... Те жуки, которые у нас там были в пейбеке Need for Speed, либо в хите. Так, 145 километров в час мимо полицейского радара нужно пронестись. Но я чувствую, намного нужно... Слушайте, ты чё? Чё за термояденный жук-то охренеть-то? Куда ты так несёшься, малыш? Жесть! Нормально! 300 с херным километров в час уже. 326, 327. Влетим здесь поворот. А, тут можно даже и не оттормаживаться. 322, 324. Давай, давай, давай! Блин, горка из-за этого скорость немножко упала на 10. У нас есть три звезды. Глава завершена. Можешь останавливаться, я починила. Фантастика. Вот это я понимаю скорость. Хренеть, блин, 300 километров в час на жуке. Больше 300. Здорово, правда? Но это не всё. У папы Фернандо ещё много сюрпризов. Это всё из-за одного жука, что делается? Я что-то не совсем понимаю. Три звезды, есть! Шикарно. Ну, 30-20 километров в час нам всё лишь нужно было. Кстати, чуть-чуть бы притормозилось, 320 бы у нас не было. Так, я полагаю, приезжай, если захочешь попробовать дрифт. Ещё я подумаю сделать полосу препятствий. Приезжай сюда, если хочешь попробовать. Нет, друзья, ну тут как бы, знаете, даже... Я тут даже думать не буду. Time to drift, как она сказала. Время дрифта. Дрифта в стиле Watcher. Конечно же. Я ещё там переставлю потом управление, чтобы у нас была ручка. И будет, мне кажется, вообще всё по красоте. Кстати, до следующей главы приключения Horizon остаётся совсем чуть-чуть. Офигеть. Что-то как-то в моих руках игра достаточно быстро проходится. Я даже не успеваю просто эти главы проходить. Потому что, видите, в данном случае нам нужно историю Watcher закончить. И, видимо, потом у нас там как-то глава следующая откроется. Не, классно, классно. Я ничего не могу сказать про то, что нам всё-таки реально дали возможность играть прям в историю. Это класс. Карьерный режим, так сказать. Кстати, очень интересно получается у нас с погодой, потому что я вчера играл, и дождей вообще не было. Всё было сухо. Сейчас же такое ощущение, как будто... Блин, пропустил стенд. Сейчас такое ощущение, как будто начался какой-то сезон дождей. Заметьте, мы просто едем, и постоянно влажно, постоянно мокро. Просто охренеть. Ай, стенд! Так, пролетел мимо. Давай, давай, разворачивайся, пожалуйста, дорогая моя машина. Так, 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 так. Так. Сбили. Знаете, что я тут подумал? Раз у нас дождь начался, давайте крышу откроем. Посмотрим, что будет. Промокнет ли наш пилот, и вообще, что там, как капли внутри салона будут? Или у нас тут такая будет? Максимально шикарная аэродинамика, что ни одной капельки не будет на приборной панели. Чё-то, мне кажется, ни одной капельки на приборной панели нет. И на вещах тоже. Да? Ну-ка. Ну реально ни одной капельки нету. Я, конечно, понимаю, что там, может быть, стекло закрывает это всё дело. Поэтому и нету. Но... Где мои капли? Я хочу, чтобы дождь проникал в машину. И вот, кстати, сейчас едем. Вроде бы опять поле. Но тут есть хоть какие-то небольшие постройки. И ехать, ну, как по мне, уже интереснее. Ну и, в принципе, здесь такая локация с такими растениями. Тут как-то, ну, не знаю, лучше вылезет, чем просто, ну, пустыня, грубо говоря, с кактусами. И снова навигация нас заставляет ехать по грязи. Жуть-то какая, бедный Макларен. И, кстати, заметим, дождик прошёл, теперь вылезло солнышко. И, я так понимаю, сейчас потихонечку всё будет просыхать. Блин, прикольно. Вот погода здесь, знаете, она как-то как будто более реалистично меняется, что ли. Я не знаю. Прям вот... Ну, мне нравится пока что. Мне вот вообще вот в плане красивости, погодных условий, в основном там локации даже. Мне это всё нравится. Тут не к чему придраться. Красивая, классная игра. И, кстати, тем временем мы уже подъезжаем вот сюда их, куда нам и нужна история Horizon Watch. Давайте, как я и говорил, зайдём быстренько в параметры, сложность. И я поставлю ручное со сцеплением, чтобы сейчас выдать просто максимальный дрифт. Чтобы у нас было максимум дрифта. Watcher Drift, либо Watcher техники. Сколько у нас там ещё эпизодов? Сколько их там? 13 эпизодов. Окей. Watcher Drift, погнали. Привет! Алё! Привет! Watcher! А, привет, Оле! Или привет, Оле! Я чуть поколдовала над углом по врату колёс и подвеской. Ладно, с подвеской я немного увлеклась. Угу. Уже не терпится испытать. Блин, мне прям интересно тоже, как он поедет. Прям реально будет дрифт-кар? Жёсткий дрифт-кар, я не знаю. Так, первая в отсечку. Третья в отсечку. Пять... Пять тысяч очков за дрифт надо. У нас будет явно больше очков за дрифт. Слушайте, ну дрифтит. Я не могу сказать, конечно, что потрясающий дрифтит, но... Ну так, в целом, ездит. Автомобиль не для соревнований по дрифту, я могу сказать. Но неплохо. Неплохо. Дым, дым из-под колёс есть. Аккуратненько проезжать можно. Воп-воп-воп. Вот с такими углами. Ну то есть, пока что... Не показывает супер дрифт. А вот есть вот так. Нормально. Не-не-не, валит, валит. Да, дыма-то из-под колёс-то больше. Не забываем про это. Так, ладно, четвёртая передача. Погнали. Сейчас где-нибудь разгонимся и красиво зайдём в поворот. Блин, надо не забыть ещё про таймер. А то я сейчас на дрифте увлекусь и всё. И будем в итоге бачком тут ездить. Ай, красота. Ай, красота. Ай, карамба даже. Я бы сказал. О-оп-оп-оп. Блин. Это было хреново. Ладно, тут не дотянули, не дотянули. Бывает. 210 тысяч за дрифт на три звезды? Серьёзно? Охренеть. Мне тут осталось 1,4 километра. Будем дрестить как не в себя, значит. Полетели. Просто и по прямым, с перекладками и вообще везде. Я хотел красивый дрифт показать. Но раз нужно столько очков за дрифт, то будем тогда херачить. 235 тысяч. Хватит, надеюсь. Так. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Улетели, немножко переуглились. Всё-таки нет, самый большой углы, конечно, не берёт машина. А у нас ещё времени до хрена осталось. Блин, вот такие истории Horizon. Мне нравится. Нужики по городу наяривать в дрифте. Да это ж просто красота. Такое можно желать бесконечно. Круто. Давай-ка подгоним тебе новые покрышки. Да, потому что эти, я думаю, там точно ушли в небытие. Похоже, тебе понравилось. Но кажется, мне теперь придётся менять покрышки. Окей. Да. Я немного увлёкся. Но я по-другому не мог, уж извините. Не парься, у меня полно запасных мастерской. До связи. Кстати, вот дрифт немножечко стал странный с этой физикой. Потому что здесь нужно как-то уже, знаете... Сложнее ставить тачку. То есть вот я её ставил прямо сейчас с клочкикой. С клочкикой плюс ручник ещё даже получается. Она ставится. Дольше, чем в их своём видео. У меня, например, я ставил машину, а мы её нашли. Или Баха, где он гонял по бездорожью. Что выбираешь? Так, что я выбираю? Здесь у нас что? Пора вернуться к началу. Ещё одна фотография в очереди потомков. На этот раз в Баха. Для потомков среди холмов. Там, где вы её нашли. Давайте лучше среди холмов, там, где мы её нашли. Потому что это будет, мне кажется, красиво. Кстати, вот чё понравилось. Это город. Дело в том, что... Я сначала этот город не признавал. Мне он не особо нравился. Я думал, что он, ну, какой-то слишком маленький. Какой-то будет такой... Просто, знаете, пролетело его и всё. И даже не заметил. Но здесь очень много дорог. Очень много всяких развязок. И самое крутое в этом городе, что здесь есть прям подземные дороги. Прям туннели под городом. И это очень круто. Потому что иногда ты просто не понимаешь. Ты смотришь на карту и такой... Типа, блин, а где эта дорога вообще проходит? А дорога, оказывается, проходит вообще в земле внизу. И я от этого, конечно, в шоке был. Потому что настолько многоуровневых локаций раньше в Хорайзене не было. Были, да, туннельки. Были дороги там где-то внизу по чем-то проходили. Это да. Но чтобы прям так вот, чтобы их было много, такого не было. Это впервые. Что-то мне кажется, я скоро экспертом по полям стану. Посмотрите, вот, например, на это поле. Мне вот оно нравится. Мне оно нравится, знаете, чисто из-за чего? Потому что похожие поля были еще со времен Форзе Хорайзен 2. Ну, на Xbox One. Они прям красивые. Они прикольные. А в данном случае тут еще какие-то кустики красивенькие. Вот эти оранжевенькие. То есть вот такое поле, вот мне нравится. Но, знаете, сегодня такая серия по полям Хорайзен 5 просто. Ну что же, это называется среди холмов. Ну, давайте, погнали. Что нам тут именно нужно сделать? Скорее всего, куда-то нужно будет приехать, и там просто сфотографироваться. Я снимал все модификации на ворот, и теперь машина в своем первозданном виде. Прямо как в 1963-м, когда папа Фернандо ее, главное, не успел посчитать. Но все равно это одна из самых крутых машин в мире. Скажи? Ладно. Давай, отгоним ее обратно. То есть это реально была одна тачка, и она ее постоянно модифицировала и изменяла. Ну, это прям жесть какая-то, конечно. Сфотографируйте вотчу на фоне сарая, где вы его нашли. Окей. Опять 2 минуты, 3 звезды. Ну, я так понимаю, прям вот так нужно поехать. Типа, а что делать? Как бы еще. Поехали через поля. Я думаю, жучара нам это позволит сделать. Это было невероятно. Как будто она тут с нами. Ну, блин. Ну, видите, это прям история. Она такая про семью, про человечность, про все вот эти дела, которые нам разработчики, в принципе, про это все и рассказывали. Они говорили, что здесь будут такие истории. И вот мы, получается, всю серию нашего прохождения такой вот истории посвятили. И да, тут не хватает только Доминика Торетто, который бы вышел и такой, типа, семья. Семья — это главное. Ну, реально. Так, ну че, мы сейчас приезжаем на локацию. Я так понимаю, что здесь можно фотографироваться, в принципе, везде. Главное, сейчас деревья не поймать. Так, не поймали. И вон пункт назначения. Еее! На фоне сарая, где вы его нашли. А, то есть, подождите. А я не помню, где этот сарай. Вы издеваетесь давно. И тут еще и таймер в 2 минуты. А где сарай-то был? Где был сарай? Я не помню ни хера. Че? Че, 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 че? Где сарай-то? Блин, машина еще в горку не тянет. Минута 22. Я охренею. А где сарай-то? Блин. Не, ну так нечестно. Я думал, там прям точка будет. Ну, я, конечно, видел, что у нас тут зона. Но я думал, в этой зоне, типа, можно везде сфотографироваться. А потом я заметил, что нужно именно сарайку найти. Я понял, что сарайка где-то в кустах был. Ну, где именно? И вот что, сейчас хер найдешь теперь. Сарай, сарай, сарай. Это такие задания явно не для таких людей, как я. Потому что я максимально невнимательный. Я тут еще кустов-то с навалом просто. Просто навалом. Ну все, 2 минуты уже ушли. Я сейчас это говно буду искать очень долго. Вот что там такое находится. Это деревья. А я подумал, что это сарай. Можно его нахрен здесь просто сфотографировать? Пожалуйста, вот и так. Серьезно? Можно было просто где угодно сфотографировать? А я езжу, сарай ищу. Да вы издеваетесь. Почему нельзя было перевести нормально? Я из-за этого 3 звезды просрал. Охренеть. Просто охренеть. Здорово. Для него это было прощальное фото. А для нас только начало. Меня бомбит. Я хотел сказать тебе огромное спасибо за все. Мы всегда кладем фотографии Павла Фернандо на алтарь в день мертвых. И в этом году мне будет о чем с ним поговорить. Скажи ему, что Вочо в надежных руках. Пока нет, но будет. А Буэлла Попа говорит, что ее папа был бы рад отдать Вочо гонщика. Кому-то похожим на него самого. Я согласен. Так что машина твоя. Ай, просто сердечко. Только пообещай, что всегда будешь пригонять ее ко мне в гараж. Ну все, поезжай. Будет время обдумать еще пару идей. А, пару идей обдумать. Окей, хорошо. А у нас там вроде 13 миссия должна остаться. О, две звезды! Просто из-за того, что они неправильно перевозят миссии. Ну я же, блин, машину помню, что из сарая забирал. Я думал, что, блин, в сарай нужно искать. И у сарая, блин, фоткать ее. А, и на этой ужасной ноте мы заканчиваем эту серию прохождения. Всем огромное спасибо, кто смотрел. С вами был Дима OnePoint. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И, конечно же, большой палец вверх за вот это прохождение. Протупил немного. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok